Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех тех, кто только начинает или уже продолжает смотреть серию видео про Крым. Это Анна Лочи. Напоминаю, что мы расположились в небольшом поселке под названием Орджоникидзе. Его обзор и отель, в котором мы живем, вы можете посмотреть в предыдущих видео. А сейчас мы покидаем пределы этого замечательного места и отправляемся сегодня в большой портовый город Феодосия. Для того, чтобы попасть в райцентр, мы как местные жители отправляемся на автобусную остановку. Автобусы здесь всего два, ходят они с интервалом около 45 минут и оба идут в Феодосию. Другое дело, что один автобус идет напрямую, который нам и нужен, а второй заезжает по пути во все деревушки и весе. И, казалось бы, ничего не предвещающее местная проселочная дорога открывает нам около 15 километров прекрасных горных ландшафтов. С высоты перевала, отделяющего наши населенные пункты, отлично видно береговую линию Орджоникидзе. Приезжайте и убедитесь в этом сами! Ну вот мы и приехали. Автобус логически завершает свою поездку на автовокзале. Давайте знакомиться с городом. У города действительно большая интересная история, чего, к сожалению, не скажешь по его внешнему виду сейчас. Город основан аж в шестом веке до нашей эры. Первое упоминание в 355 году до нашей эры. С ума сойти! Когда-то, когда эти места являлись генуэзскими колониями, город Феодосия являлся столицей и назывался Кафа. Естественно, здешние старожилы знают свою историю и до сих пор на многих вывесках, объявлениях и сувенирной продукции вы можете увидеть слово Кафа. Так знайте, откуда это слово. Также на злобу дня хочется поделиться одним интересным фактом про это место. В середине 14 века Кафа являлась исходной точкой распространения самой смертоносной пандемии в истории Европы – Черной смерти. Но, как известно, хорошо то, что хорошо кончается. И уже в 1475 году Кафа была завоевана турками. Но, казалось бы, почему? На то были свои причины. Уже в 15 веке Кафа превзошла по размерам Константинополь. Естественно, это не нравилось туркам, и они решили прибрать Кафу к своим рукам. Османы тут же переименовали Кафу в Кефе, и город стал одним из главных черноморских портов. На кадрах вы видите ту самую генуэзскую крепость, построенную в 14 веке. И вот где действительно стоит ужасаться и задаваться вопросом, чем же думала Золотая Орда, когда среди их войск люди позаражались чумой? В их голове не появилось никакого другого плана, кроме того, как класть зараженные трупы на катапульты и забрасывать их через крепостные стены в город Кафу. Естественно, в дальнейшем это привело к распространению чумы в Генуи и во всей Европе. Как говорится, ни себе, ни людям. Наверняка, если бы они попали в наши времена, так бы действовать уже не стали. К сожалению, уже в 19 веке большинство сооружений были разобраны. Вот такая занимательная история. Обязательно побывайте здесь. Здесь также сохранилось несколько армянских церквей. Вообще, надо сказать, что западная часть Феодосии более богата на достопримечательности и разные артефакты. Также там есть несколько импровизированных смотровых площадок. Ну а тут, как вы видите, от византийских фишек осталось только то, что на улице можно встретить бесконечное количество бездомных кошек. Продолжаем наше путешествие. За символическую сумму мы добрались из западной части в восточную и здесь уже пахнет цивилизацией. Здесь же рядом находится городская набережная с разными развлечениями, кафе и галечным пляжем, городской променад и какие-то достопримечательности более поздней эпохи. Давайте немного отвлечемся от истории и понаблюдаем за тем, что здесь есть. Субтитры создавал DimaTorzok И вот, подходя уже практически к морю, мы видим прекрасное оранжевое здание. Одно из красивейших зданий в этом городе. Это галерея Айвазовского. В галерее всего 4 экспозиции и выставки и даже если обойти их все, выйдет не более 1000 рублей. Но это не обязательно, хотя бы посетите одну. Работает ежедневно, кроме среды. В копилку Эрудита феодосийская картинная галерея имени Айвазовского была открыта 29 июля в 1880 году. Здание было построено по проекту самого художника Ивана Константиновича. И сделав всего несколько шагов, мы уже оказываемся на море. Здесь видно и порт, и пляж. С 2015 года город Феодосия является городом воинской славы. И удивительно, что городом-побратимом к нашему родному Кронштадту. Вот такие совпадения. Идем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, надеюсь вы меня поймете, но хочется внести в это позитивное, потрясающее летнее видео ложку дегтя. Дело в том, что когда я монтировала это видео, пришлось удалить огромнейшее количество видео ряда. А все лишь только потому, что я по натуре эстет. И город мне показался совершенно неухоженным, не облагороженным, что совершенно непозволительно для города с такой колоссальной, интереснейшей и длинной историей. Вы также могли обратить внимание на прилегающую к генуэзской крепости территории, которая совершенно не укладывается у меня в голове. И сама крепость находится на стадии саморазрушения. Не говоря о том, что там рядом стоит военная часть с какой-то страшной колючей проволокой. И дорога эта только лишь для внедорожников. И даже фасадом центральных прогулочных и не только улиц требуется немедленная реставрация. По моим меркам город Феодосия не является каким-то сверхбольшим. Здесь проживает не более 70 тысяч человек. И исходя из этого, не думаю, что потребуется очень много сил, времени и средств, чтобы восстановить какие-то здания. На самом деле, мне было очень странно наблюдать, как группа людей выкладывают мозаику на камень, поддерживающий огромный бронзовый памятник. Но в то же время в городе до сих пор не могут установить адекватные мусорные ведра. Но это так, мысли вслух. Главное, что город порадовал морем и солнышком. Итак, путешественники мои, надеюсь, вам понравилось. Поэтому обязательно поставьте лайк, оставьте свой комментарий, задайте какой-нибудь вопрос или поделитесь своим мнением о своем пребывании в Феодосии. Мне будет очень интересно почитать и подискутировать с вами. Обязательно подписывайтесь, рассказывайте об этом видео своим друзьям в соцсетях. Это всегда приветствуется. С вами была Анна Лочи. Я желаю вам самых удачных путешествий. И пусть ничто не омрачит ваш отдых. Субтитры создавал DimaTorzok